Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим об искусстве, об искусстве плаката, которое проходило, ну, скажем так, несколько стадий в истории человечества. Вообще плакаты – такая наглядная агитация еще в советское время это называлось, когда языком плаката как бы можно было просто выразить, ну, если хотите, целую линию партии, как это было принято. Но плакат существовал и до революционных времен, и вообще само слово «плакат» имеет определенные корни. Но почему я говорю об этом? Потому что сегодня у нас пришли, ну, скажем так, люди, которые открыли выставку в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы, который называется «Выставка плаката против нацизма». И, с вашего позволения, я вам их представляю. Это Михаил Викторович Куршаков, президент Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией. Здравствуйте. Добрый день. Да. По-итальянски говорите, кстати? Умпо. Да. Ну, мы только по песням знаем, да? И грация знаем. Спасибо, да? Член Президентского совета Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией Сергей Викторович Куршинов. Вы его уже видели в одной из наших программ. Ну, и, я так понимаю, тема выставки в хорошем смысле слова вас не отпускает. И вот после Леонардо решили запустить «Против нацизма». Кому пришла идея в голову? У нас есть друг, партнер, член Президентского совета нашей Ассоциации, Леонов Юрий Борисович. Так. Он известный художник в своих кругах, он почетный академик Академии художеств. Один из руководителей секции плаката при Московском Союзе художников. А там секция есть, да? Да. При Московском Союзе художников есть секция плаката. Он этими вопросами занимается достаточно давно. Мы с ним знакомы уже лет, наверное, 30. И вот во время одного из наших разговоров он предложил эту идею – организовать выставку плаката. При всем при том, что это уже не первая выставка плаката, которая была нами совместно организована и проведена. Ну, их же можно в зависимости от поставленной темы, да? Конечно, конечно. Вот данная выставка, она посвящена борьбе против нацизма. И название самой выставки «Против нацизма»… Коротко и ясно. Абсолютно. Ну, понятно, что в свете последних событий история любит вот, да, как-то все накручивать, пускать нас по каким-то винтовым лестницам. И так или иначе начинают опять звучать фамилии с тех лет, вспоминаются какие-то боевые действия с тех лет. В общем, все то, что сейчас происходит, при этом как бы все все понимают, но до конца не ясно, чем может закончиться, так сказать, эта история с точки зрения, я имею в виду, европейских, американских подходов, китайских подходов, ну, естественно, наших. Поэтому плакат – это как раз та самая история, которая может помочь вспомнить, по крайней мере, как это было тогда, верно? Совершенно верно. И как учили в свое время нас в советском ВУЗе МГИМОМИД СССР на лекциях по философии, история имеет спиралеобразное развитие. И на определенных этапах мы встречаемся с тем, что уже когда-то было. И сейчас мы встретились с тем, что было 80 с лишним лет тому назад. Причем есть ощущение, если вы со мной согласитесь, что спираль становится короче. Гораздо. Гораздо, да. Ну, давайте подключим к нашему разговору Сергея Викторовича Кувшинова. Тем более рядом с ним лежит книга такая огромная, красивая. Я сразу же скажу, что это такой современный уже проект этой книга. И тут же есть диск. И здесь называется «Реальность утопии. Искусство русского плаката XX века». Вообще, конечно, замечательная история, потому что… Я сейчас на время отвлекусь от вашей выставки. Но вот до сих пор продают в календаре, ну, на год обязательно есть русский плакат. Либо противоалкогольная компания, либо Сталин, Ленин, значит, все наши великие люди. Либо плакаты, ну, такого плода овощного варианта, да. То есть это сидит в нас, и это так поразительно. Мало того, на сегодняшний день, ну, я видел каких-то тоже новых молодых художников, которые, ну, делают такие реплики, да, по поводу того, что было. Но мы вернемся к этой книге. И я так понимаю, что в этой книге в том числе есть и элементы той выставки, которая у нас открылась в Люберцах. Верно? Да, совершенно правильно. Многие авторы, которые сегодня попали в энциклопедию русского, советского и российского плаката, они являются сегодня и авторами тех плакатов, которые сегодня вывешены в музейно-выставочном комплексе Люберцы. Надо сказать, что... Почему плакат жив, Николай? Вы очень правильно отметили, что плакат всегда современен. То есть он всегда актуален, потому что... И тем более актуален, наверное, сегодня для молодых людей. Потому что плакат – это специфический язык. Это просто... У него есть своя семантика, своя, условно говоря, орфография, своя стилистика и так далее. И сегодня вот этот язык, язык плаката, такого собранного визуального образа, он сегодня, надо сказать, даже больше понятен молодым. И поэтому, используя традиции, русские традиции, российские, советские традиции этого плаката, мы сегодня как бы возрождаем или продолжаем вот эту связь поколений через визуальные объекты, визуальные образы. Ну вот, кстати, неожиданно, может быть, сейчас не совсем тему, но мне почему-то так показалось. Вот даже Бэнкси, искусство, и не только он, искусство города, где, собственно говоря, что-то пишется на стене, ну, предположим, более-менее на нормальной, понятно, что это просуществует недолгое время. Но это тоже элемент плаката, в котором есть смысл, в котором есть какой-то посыл, в котором бывает какой-то призыв даже без каких-либо слов. Поэтому я почему с вами согласен, что тот плакат, о котором мы говорили, там, помоги, как это, собери муку где-нибудь там 30-х годов, да, сдай продовольствие, и сегодняшний плакат – это иногда такой замороженный видосик для молодых, да, когда он работает. Но тут же еще стоит другая проблема, я так понимаю, вот в этой выставке, что, ну, мы-то с вами еще не то, что помним, а мы жили в то время, когда люди, которые видели нацизм в реальном, так сказать, его проявлении, оккупированные территории, мамы, бабушки наши рассказывали, да, а молодежь сейчас сложнее это понять. Тем более слово «нацизм», оно такое какое-то немножечко сейчас размытое. И вот для того, чтобы его показать, наверное, плакат – это одно из самых таких удачных подходов. Каждый плакат, он носит какой-то, я бы даже сказал, побудительный характер. И вот в том числе наша выставка, мы ее относим к разряду так называемых политического, что ли, плаката. И поэтому и в нашей выставке в том числе есть побудительный. Побудительный к тому, чтобы человек более серьезно отнесся к анализу тех событий, которые сейчас происходят. Человек открыл, как вы сказали, книги, посмотрел изначально, что такое нацизм и как этот нацизм развивается и трансформируется во времени. Не все так легко. Да. Поэтому главная наша задача – это то, чтобы молодые люди, увидев и возбудившись от этого просмотра этих совершенно потрясающих работ, смогли для себя более точно выработать позицию, гражданскую позицию. Потому что это самое главное, это самое ценное – иметь вполне определенную гражданскую позицию на то, что сегодня происходит в стране. То есть вы уверены, что молодой человек, который придет, он не выйдет после выставки и не скажет? Ну и ничего. Ну, наверное, конечно, мы так думаем и мы видим, потому что выставка уже работает практически месяц, что этого не происходит, что действительно... Погружаются. Погружаются. Но самое главное, мне кажется, хотелось бы два слова сказать еще и о сотрудниках музейно-выставочного комплекса «Люберцы». Помимо того, что у нас развернута выставка плакатов, еще и поставлены стенды с артефактами Великой Отечественной войны. Там пробитые каски, патроны и разорвавшиеся снаряды, элементы вооружения. Это то, что так мы сегодня как бы условно называем «эхо войны». И вот здесь идет перекличка времени. Контакт такой, да. Контакт. То нацизм в своем проявлении, материальном проявлении, который был, и вот эти артефакты Великой Отечественной войны и запасников музея, они очень точно коррелируются с вот этой выставкой, которая развернута. И если хотите, в залах этой выставки пахнет вот этим напряжением и вот этим вот той же... Михаил Александрович, у меня вот такой вопрос к вам. Опять же, плакаты делают люди какого возраста? Какой возраст художников? Вы знаете, поскольку, скажем так, мой друг – это наш ровесник, и люди, которые принимали участие в конкурсе, но это наши ровесники, то есть люди, которые реально, как вот вы сказали правильно, да, мы помним по рассказам наших дедов, бабушек, матерей, которые когда-то были маленькими детьми войны, а деды и бабушки воевали, они это все помнят. И вот их выражение в плакате, они доносят как раз нашу память. Тем молодым, которые, как вы говорите, нацизм – размытое понятие. И когда ты видишь плакат «Не забудем, не простим», вопрос становится очень конкретным. Что такое нацизм и против чего мы сейчас боремся? Ну, тут я готов немножко поспорить, потому что вы же прекрасно понимаете современный молодой человек, для которого… ну, вот тут для нас есть война 1812 года, да, Наполеон? Есть. Есть даже такое ощущение, что как же это, не побывав в Париже, не сходить навестить Наполеона, который, напомню, да, что пытался сделать? Довольно странно. А у нас с вами отношение, безусловно, к Великой Отечественной войне свое. Я о чем говорю? Есть ли в планах в дальнейшем привлекать молодых ребят, которые будут делать плакаты, ну, скажем так, в современном такой стилистике, понимая атрибуцию, что такое нацизм? Ведь тогда получится вот эта связь поколений. Николай, вы знаете, есть у нас и молодые участники, например, Павел Кашевский из Беларуси, достаточно молодой художник. Ну, тем более Беларусь там, конечно. Тем более Беларусь, да. То есть, поскольку мы говорили, что у нас конкурс был международный, да, ну, тогда мы как бы Беларусь принимали как отдельную страну, которая сама в себе. Молодой художник Эрни Церенов, которому, ну, чуть больше 30 лет. Вот его работа, мне очень нравится, да, кукла-паяц. Очень красивая работа, очень насыщенная и очень хорошо воспринимается именно молодыми людьми. То есть, нить уходит в темноту, а на этих нитях висит кукла-паяц в виде некоего человека с бородой, как говорят, немытый чепуш. И мы понимаем, о ком мы говорим. Страна, с которой мы сейчас ведем военные действия. Ну, я скажу так, что почему я сейчас пытаюсь предложить... Мы во второй части поговорим уже более конкретно, что там выставлено на выставке. Просто есть четкое понимание того, что молодежь, она по-своему все воспринимает, она совершенно не глупа. И те подходы, тем более молодежь интернет, интернет требует, мы помним все разрешенные, запрещенные соцсети, когда ты должен сесть и продумать, как рассказать о себе, как рассказать о событии, как... Когда, кстати, началось 22 числа, все, да, масса же было всяких вариантов со всех сторон, да. То есть я о чем говорю? Что у них немножко другой подход, но он тоже очень интересный. Другое дело, что, наверное, нам нужно постараться максимально это показать. Потому что очень трудно молодых заставить смотреть хронику войны и тех событий, которые там происходили. Тут самому сложно смотреть. Вот поэтому я надеюсь, что благодаря этой выставке, вот там молодежь, которая придет, может быть, у кого-то появится это желание тоже создать что-то свое, связанное с этим. Николай, я здесь с вами очень соглашусь. И хотел бы сказать, что сегодня эта выставка не только в разрезе чисто политической ситуации, но это и художественно-графическая выставка. И поэтому те экскурсоводы, которые сегодня помогают осваивать эту экспозицию, они в том числе и говорят о тех приемах, которые сегодня использованы. Почему плакат цепляет за душу? Вот почему плакат цепляет за душу и конкретно, что можно увидеть на выставке, мы узнаем с вами через несколько минут после перерыва. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня сразу два гостя в программе. Михаил Викторович Куршаков, президент Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией и член президентского совета Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией Сергей Викторович Кувшинов. Михаил Викторович, как вы отбирались с работы, как это происходило, сколько вообще работ привезли? Вы знаете, конкурс был объявлен как раз после начала СВО, то есть зимой прошлого года. Мы объявили международный конкурс, как я уже ранее сказал, и отправили предложение нашим художникам, нашим друзьям в Беларуси, как я уже говорил, нашим друзьям в Европу, в Италию, в Швейцарию, в Германию. И мы получили в общей сложности где-то порядка 100 работ. Соответственно, у нас была комиссия, которую возглавлял Юрий Борисович Леонов и его коллеги по Московскому союзу художников. В общей сложности было отобрано порядка 35-36 работ. Я сейчас не могу сказать точно, но некоторые работы, с моей точки зрения, были очень интересные, очень серьезные, но очень-очень страшные. Как вот мы говорим, да, живые работы, но по определенным этическим мотивам мы эти работы включили в группу победителей, но не выставляли. А если их прикрыть, предупредить? Вы знаете, по мне, с моей точки зрения, их нужно показывать. Вот как мы говорим про молодежь. Либо показывать, либо не показывать. Да, либо показывать, либо не показывать никак. Ну, мы сейчас не показываем, как я уже сказал, по определенным этическим соображениям, но у нас есть идея где-то организовать, чтобы не было никаких административных препон, чтобы не было невозмущенных, скажем так, золопыхателей, организовать полностью выставку тех работ, которые были выбраны победителями конкурса. Надеюсь, что нам это удастся. Без купюр. Абсолютно. Как есть. Сергей Викторович, качество работ. Я понимаю, что все выбиралось. Какой был принцип? Плакат же, он тоже разный есть, да, имею в виду? Ну, чтобы это не было какая-то такая одинаковая палитра. Наверное, там разнообразие. Дело в том, что я-то не был еще на выставке. Я вот как раз, как расскажете, так и пойду. Что там за представленные какие? Только темное все, только все. Или какие-то разные подходы? Вы знаете, ввиду того, что художники, они же ведь видят мир по-своему. И поэтому, конечно, мы видим разную стилистику, разную динамику, разные цветовые гаммы, использование просто страшных или таких. Знаете, на нас всегда, на зрителя действуют определенные символы, которые использованы в плакате. Ну, вот, например, в постере Юрия Борисовича Леонова, который называется «Спецоперация», на плакате, на центральном, так сказать, виде изображен скальпель. И вот происходит страшная хирургическая операция, где вырезаются отдельные элементы нацизма с территории, так сказать, в данном случае, Украины. И поэтому понимание того, как символ воздействует на человека, что стоит за этим символом исторически, это и формирует вот то эмоциональное состояние, которое зритель, так сказать, получает от лицезрения этих плакатов. Но я хочу сказать, что здесь должен быть обязательно подготовленный зритель, чтобы это понять. И поэтому вот та монография, что ли, которая сегодня мы о днем говорили, реальность утопии, надо сказать, что эта монография сделана с автора ее Нины Бабурина, известнейший культуролог, историк, сотрудник Российской государственной библиотеки. И наш немецкий партнер Клаус Вашк, известный тоже историк, культуролог. Ну, что логично, в данном случае. Да, то есть это такое международное, что ли, труп. Может, покажем немножко, что там в книге есть? Ну, вот я... И о ее закладочке. Да, я сделал предварительно две закладки. Давайте я буду показывать, да, вы рассказываете. Ну, вот, например, видите, брехомет. Например, то, что сегодня очень актуально, и вот эта тема фейков, которая сегодня... Брехомет хороший. Да, брехомет. Это вот такой термин был использован. Вот то, что мы сегодня и на Первом канале видим, специальную программу, которая называется «Антифейк». И вот как раз плакат «На злобу дня», который был выполнен в те далекие времена. Еще один совсем современный плакат. Давайте. Совсем современный и актуальный плакат, который называется, по-моему, «Радиоактивная богоматерь». Да, вот это, конечно. Да, и сегодня эта тема поднимается чуть ли не в каждом политическом обозрении, потому что это очень и очень такая важная и такая тема, от которой зависит очень многое сегодня. Страшновато вообще-то плакат. Да, и вот для того, чтобы... Так же, как когда мы приходим и в картинную галерею, и чтобы понять современную живу, всеисторическую, мы должны быть хоть немного подготовлены к этому. И вот эта книга – это то самое пособие, которое сегодня помогает понять искусство плаката. Ну, и должен сказать, что в финале книги, как это сейчас модно, мы куда мы без мультимедиа, да? Конечно. Вот, есть диск. А что на этом диске? На этом диске представлен весь видеографический материал, который позволяет на большие экраны выводить изображение, которое представлено здесь. Это практически визуальный каталог русского советского плаката, который был выполнен нашим сотрудникам, сотрудникам Международного института новых образовательных технологий Константином Харином. И поэтому, благодаря этой работе, так сказать, мы можем использовать этот материал для организации различных выставок, временных, постоянных. Вот, смотрите, тут есть, это я отмотал в самое начало. Все сознательные граждане Российской Республики голосуют за список РСДРП. Очень похоже. Да. Да, вот вроде как давно прошло. Дальше. Это я иду в далекое. Значит, большой благотворительный базар кукол. Цена от одного рубля. Причем такие плакаты, что, честно говоря, мне и не встречались, что, наверное, тоже любопытно. Первые шаги рекламы. Русские силачи, братья Медведевы. Стень Каразин, значит, видимо, какое-то произведение. Николай, сегодня это даже есть целый уже вид коллекционирования и в России, и в Европе, и в США. И люди, которые коллекционируют плакаты. Это действительно просто уникальные коллекции. И надо сказать, что эти коллекции всегда привлекают внимание. И вот совсем недавно была прекрасная выставка, посвященная советскому космосу, которая была развернута на ВДНХ. Потому что плакат – это наша история. Это наш нерв, который… Это концентрат такой. Это концентрат, который вот воплощается все. Порой на одном плакате столько изображений, что мы можем рассказать половину российской истории. Вот интересно, совпадение какое, Михаил Викторович. Вы же у нас президент Ассоциации культурного делового сотрудничества с Италией. Понятно, что сейчас немножко все сложнее, но мы же знаем, откуда фашизм пошел. Знаем. Он не из Германии пошел, а из Италии. Вот когда вы как-то общались на эту тему, как они относятся сейчас? Потому что мы знаем, что неонацизм, он же поднимает голову в странах Европы. Кстати, что далеко ходить? И в России тоже можно поискать таких ребяток. Найдутся, конечно. Везде найдутся. А в Италии как сейчас с этим? Ну, как говорят итальянцы, «Тутульмондо и поэзия». Весь мир – одна деревня. Но, несмотря на то, что, как вы сказали, фашизм родился в Италии, изначально итальянский фашизм, он все-таки был более, ну, я бы не сказал человечный, но более приемлемый, чем фашизм немецкий. Тот, собственно, и есть нацизм. Да. И то, что сейчас мы видим в полной мере проявление его на Украине, почему мы и объявили, у нас первое – это деноцификация. А в Италии к нам относятся, вы знаете, но вот я могу сказать, что я больше 30 лет и работал, и общаюсь, продолжаю общаться, продолжаю работать, и жил в Италии, и большое количество друзей, знакомых, приятелей. Единственный человек, единственный человек из большого круга моих знакомых друзей, да, назвал меня фашистом. Меня, внука фронтовика, инвалида войны, назвал фашистом. После чего, ну, всякие отношения прекратились. Все остальные, причем все абсолютно, поддерживают нашу страну, поддерживают то, что мы должны быть вместе, несмотря ни на что. Они выступают против войны. Кстати, у нас на конкурсе есть плакат «Победитель», который был написан нашим, моим старинным другом, и мы отправляли персонально, Фабио Фальсоперла. Он тоже, скажем так, наш сверстник, но он входил в свое время в итальянскую группу молодых художников, как у нас называли шестидесятники, у них тоже были свои шестидесятники. Сейчас он почтенный человек, у него своя галерея в Риме, но, тем не менее, он работает. И вот одна из работ «Уничтожим фашизм». «Мои деды в тех дедов из Азова стреляли, а не продавали им оружие». Было написано на плакате. Он висит у нас на выставке в музейно-выставочном комплексе Люберца. Его можно увидеть. Плакат очень серьезный. И итальянцы, простой итальянский народ, он с нами. Понятно. До какого времени будет работать выставка? И как она, кстати, работает? Она работает в режиме работы самого музейно-выставочного комплекса Люберца. Выставка будет работать до сентября. Надеемся, что после каникул школьники, молодые люди придут на эту выставку. И как раз 1 сентября, День знаний, это как раз те самые знания, которые каждый молодой человек должен для себя совершенно четко и однозначно усвоить, чтобы выработать свою гражданскую позицию ко всему, что происходит. Я так понимаю, что эта выставка потом еще куда-то поедет. Она не только в Люберцах. Она в Московской области, наверное, будет. Нам дал старт Московская городская дума, потому что впервые мы ее провели в парламентской библиотеке Московской городской думы. Она имела определенный успех, после чего музейно-выставочный комплекс Люберца это второе место проведения. И, как я уже ранее сказал, мы хотим на какой-то площадке организовать полную экспозицию всего того, что было. Без купюр, без обрезаний, без ограничений. А будет выпущен какой-то альманах в связи с этим? Да, мы сейчас готовим подобный материал к выставке. И вот продолжаем мысль Михаила Викторовича. Конечно же, в свете последнего указа президента о создании музеев и выставочных площадок, посвященных СВО, мы предполагаем, что наша выставка обогатится теми артефактами с места боевых действий. Дополнится. Дополнится, да. Тем более, Министерство обороны нам дано это указание по формированию подобных выставок. Так что мы... Вот это эхо войны, оно будет актуализировано на нашей новой экспозиции. К сожалению, будет актуализировано. К сожалению. Ну, что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Нам остается дождаться, чтобы на вашу выставку пришло как можно больше желающих. Надеюсь. Спасибо, что вам пришла эта идея, что вы ее в таком довольно-таки в правильном подходе организовали. Посмотрим, какой будет результат, что там вам напишут в книге посещения, если такая книга есть. Ну и приходите еще к нам в гости, с вами всегда приятно общаться. Напомню, что у нас в гостях были Михаил Викторович Куршаков, президент Ассоциации культурного делового сотрудничества с Италией и член этой ассоциации, член президентского совета этой ассоциации Сергей Викторович Кувшинов. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин